Если нас догоняет в Тома, нехай спорт поддерживает тебя! Здравствуйте, друзья! Посмотрите, как много людей пришло попрощаться с Алексеем Навальным. Навальный! 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 И не бояться, не бояться, не боимся! Айзи! 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 Убийца! Путин убийца! На войне! Россия без Путина! Россия без Путина! Нет войне! Нет войне! Вернуть солдат домой! Вернуть солдат домой! Убийца хорошие люди! Убийца хорошие люди! Убийца хорошие люди! Убийца хорошие люди! На войне! На войне! На войне! В следующий раз столько людей придет, разве что, чтобы на могилу Пляшевому плюнуть! В Якутии участник войны с Украиной убил победительницу конкурса «Лучший учитель России» После содеянного попытался поджечь дом и скрыться с места совершения преступления. Будущая элита России! В Томске! Мэрия на вопрос, когда в наших квартирах будет тепло, посоветовала подождать лето. Батареи в квартирах почти не греют и создают тепловой контур люди как могут. За тепло борются и соседи Веры Деканенко. По дому тоже ходят только в одежде, колорифер включен даже ночью. А полежать в ванне для людей – это непозволительная роскошь. В холоде в квартирах люди винят теплотрассу во дворе. Местами сети оголены и от них идет пар. Жильцы домов собственными силами решили заделать бреши и хоть как-то сохранить горячую воду в трубах. Мы с дочерью обматывали трубы эти, все повытащили, все одеяло, все ковры, все что можно было вытащить. Потому что ну вообще, все просто голое. Голый король, голые трубы для отопления – это закономерность. Люди ждут вмешательства коммунальщиков, но пока безрезультатно. В Томске РТС пояснили, что внутриквартальная теплотрасса на улице Нахимова им не принадлежит и находится на балансе мэрии. На балансе мэрии Вашингтона находится эта теплотрасса. Вот поэтому столько проблем. Почему нельзя восстановить изоляцию на теплотрассе сейчас в мэрии, не пояснили. Жильцам остается ждать лета и уповать на то, что зима в очередной раз не покажет свой суровый нрав. Байден, ты бы это, козыри свои придержал бы до ноября. А то если с козырей заходить, как потом выборы выиграть собираешься. Затпатриот перебрался подальше от российских морозов. Куда? Правильно, на Майами. Привет, пацанчики. Отгадайте, где я? Майами бич. Американский флаг. А это у нас что? Аленка. А в Аленке винишко. Так что будем бухать. А Майами тоже наш. Блин. Майами наш. А ты это, слушай, бумажки на пляже уже разбросал? А в туалете мимо унитаза нагадил? Масло в супермаркете украл или нет? А зубы? Зубы благодаря американской медицине себе уже сделал? Нет? Тогда в Майами еще есть над чем поработать. Привет, обманутый россиянин. Вот уже зажились в Новороссийске. Стали оставлять закрутку для людей, желающих подкрепиться. Это украинский супермаркет «Ильпо», который освободители уничтожили, сожгли во время нападения. Вот его отстроили заново. А теперь здесь раздают фрукты для детей. Бесплатно. И за них никто не дерется. Здравствуйте, дорогой обманутый россиянин. Находились в участии в Северскоинке. Мотором в Северскоинке. В супермаркете «Ильпо». Эта «Ильпо» была сожжена в Украине. В то время оккупаться. Сейчас оно стало. Ну, в принципе, уже полтора года после того, как это шли. И вот такие вот интересные, прекрасные вещи находятся у нас. С папой вообще-то это. Да, имперское чувство не на шутку задето. Привет, обманутый россиянин. Мы в сердце греха и разврата. Город Лас-Вегас. Сейчас пойдем в отель «Беладжио». Посмотрим, как предают семейные ценности американцы. Родитель номер один и родитель номер два. А что такое? Где нетрадиционные ценности? Одни пенсионеры. Наверное, в поисках просрочки вышли. И еще. И еще. Наверное, сегодня день выдачи пенсии. Не иначе. Однако, что очевидно, не по-христиански проводят свой досуг. Не по-христиански. Короче, непонятно, кто врет. Расскажите, пожалуйста, поподробнее. Я не понимаю. Да. Пошли отсюда, Джулия, поскорей. Не по-христиански это все. Не по-христиански. Не по-христиански. Продолжение следует.